Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и у меня великолепная новость для любителей ПТХ, у которых не так уж и много голды. На продажу выставили Дикер Макса, АТ-15А и Ягдтигра 8.8 обалденного снайпера всего лишь за 7500 голды в составе довольно-таки неплохого набора. Давайте будем разбирать. 7500 золота с вас просят за восьмерку и по большому счету две машины вам дают в подарок. Ну согласитесь, восьмерка в принципе может стоить 7500. Окей, даже если вы оцениваете ее в 5, то тогда вам за 2500 дают Дикер Макса и АТ-15А. И если сказать, что АТ-15А стоит своих 2500, то Дикер Макса вы в любом случае получаете абсолютно бесплатно. Что касается моего скромного мнения, то мне кажется, что самые классные здесь две ПТХи это все-таки Ягдтигр и Дикер Макс. АТ-15А, ну слабовато отличается от проходных АТшек, поэтому особого фана в игре вы получать не будете. Но вот эти две машины стоят того, чтобы приобрести их. Если вы посмотрите на предложение за пустые машины, то как раз так и получается. 5000 за Ягдтигра и 1500 за Дикер Макса. Таким образом получается 6500. Но если вы доплатите всего 1000, вы получаете себе еще АТ-15А, а это плюс-минус фармищая семерка, на которой в принципе не так уж и сложно играть. Плюс к тому вы получаете по 10 сертификатов Х5 на каждую из данных машин, вы получаете КАМО на каждую из данных машин. По 10 бустеров разного вида, кроме голды, вы получаете себе открытое все оборудование. Допустим на 8 левеле стоимость оборудки где-то в районе до 2 лямов серебра. То есть в принципе довольно-таки существенная экономия. Что касается самих машин. На Ягдтигра и на Дикер Макса у меня уже есть на канале честные обзоры. Что касается АТ-15А, все руки как-то не доходили. Поэтому буквально в ближайшее время, сегодня на канале появится абсолютно честный обзор на АТ-15А. Поэтому, друзья, мы обязательно вот здесь вот подписываемся в правом нижнем углу в один клик и жмем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я стараюсь специально для вас. Ну а в сегодняшнем видео я хочу выкатить из ангара как раз восьмерку. Мне почему-то кажется, что восьмерка, она в принципе, ну самая интересная для всех. Я думаю, что тогда с нее, в принципе, и стоит начинать обзор данного предложения. Единственное, что я на данном аккаунте не катал еще эту машину. На основе эта машина у меня есть. И я, в принципе, довольно часто ее выкатываю. Особенно тогда, когда хочу просто по ПТ-шить. Она обладает плюс-минус какой-никакой, а броней. И, честно говоря, мне именно этим она и нравится. Что это не просто неживучая, слабобронированная ПТ-ха. А годная машина, которая умеет за себя постоять, имеет, конечно, как обычно, какие-то минусы в себе. Но в то же время имеет огромное количество плюсов. Кто-то от нее плюется, а кто-то в ней души не чает. На топовом орудии, ребят, если посмотреть на базовое, то оно существенно проседает. И немножечко лучше время сведения и разброс. Но понятное дело, что время перезарядки даже не особо будет играть. С учетом того, что вы на топовом орудии имеете время перезарядки на восьмом уровне всего лишь 6 секунд. С установленным оборудованием, амуницией. И здесь, ребят, довольно-таки крутая цифра по ДПМу. Целых 3517. Но будем округлять до 3500 ДПМа на восьмом левеле. Согласитесь, эта цифра довольно-таки классная. Почему я говорил, что это хороший снайпер? Потому что разброс у него меньше 0,3. А время сведения крайне комфортное в 3,8. Что касается среднего урона, то 350 единиц вроде бы не так уж и много. Абсолютно средний стандартный показатель для восьмого уровня. Но, ребят, при 6 секундах это действительно очень круто. Угол склонения орудия вниз минус 7. И понятное дело, что данная ПТХа не для игры от неровностей. Но в целом отыгрывать ею вполне возможно. Что касается бронепробития, 235 можно улучшить. Но тогда потеряете во времени перезарядки и мне, честно говоря, гораздо проще заряжать подкалиберные, которые пробивают 285. И этого, в принципе, достаточно для того, чтобы играть на своем восьмом уровне. Ну что, друзья, давайте попытаемся машину выкатить из ангара и попытаемся реализовать ее. Что необходимо помнить по поводу Ягдтигра 8.8, когда вы заходите в бой. На том, что у вас нет ультимативной брони. И, соответственно, вам необходимо быть в первую очередь танком. Ну а в нашем случае ПТшкой поддержки. Вам необходимо находиться где-нибудь на третьей линии. Выходить на вторую только в случае острой необходимости. И своим довольно-таки точным и жалящим орудием отстреливать по засветам ваших союзников. Вот если вы найдете себе такую позицию в бою. Если ваши союзники окажутся довольно-таки подкованными ребятами, которые смогут справиться без дополнительной машины, находящейся конкретно рядом с ними. То тогда на Ягдтигре вы сможете реализовать весь потенциал. Сделать сумасшедший вклад в победу. Вывести нормальное количество урона. Ну и, соответственно, получить достойное вознаграждение в виде серебра и опыта. Вот такой вот маленький-маленький забросик предварительной инфы по Ягдтигру. Ну а сейчас попытаемся его отыграть. Против нас нет девяток. Это уже хорошо. Ну и в целом, нам понятное дело, поскольку мы все-таки как-никак снайперить сейчас будем. Необходимо занять какую-нибудь годную ПТ-позицию, на которой мы сможем себя реализовать. Главное, чтобы союзники, в принципе, не тормозили. Вовремя давали засветы. Ну и, соответственно, чтобы мы не тормозили и вовремя давали по этим засветам свои залпы через каждые 6 секунд. Ну что, друзья, поехали. Попытаемся занять какую-то позицию. Подвижность у машины, ну, прямо скажем, далека от идеала. Безусловно, не самая лучшая подвижность в игре. Но все-таки это ПТ, которая обладает какой-никакой, а броней. Наши ребята ТТ решили никуда не ехать. Правильно, зачем нам куда-то двигаться, если мы можем, в принципе, на месте постоять и подождать, пока соперники приедут к нам. Попытаемся занять кустик. Ну и, соответственно, попытаемся от этого кустика немножко поиграть. Единственное, что меня смущает, так это то, что сейчас уже засветился один и второй тяжи. Здесь есть только Сомуа. Скорее всего, ПТшки где-то есть вот там вот на своих позициях. В принципе, их сейчас попытаемся повыжидать. Параллельно с этим, возможно, сможем поотыгрывать вот сюда вот по горке. Главное, чтобы сейчас соперник появился. Каким образом? Каким образом так получилось, что меня успели засветить? Сомуа хорошо сработал. Я лишился половины своего ХП. Не самое бодрое начало, прямо скажем. Но из своих обзоров я никогда ничего не вырезаю, потому что считаю, что вы должны видеть полностью все, что происходит в бою. Ну и, соответственно, принимать для себя решение, покупать ту или иную машину или нет. Да что ж такое? Ягдтигр, ты меня позоришь. Я так хорошо о тебе отзывался. Я так говорил о том, что я тебя люблю. И в то же время ты мне не позволяешь показать тебя во всей твоей красе. Но поднимись еще чуть выше, на секунду. Да, что-то как-то не сильно густо получается. ПТ-хи не светятся. Тяжи стоят и держат оборону. Хотя знают по поводу того, что Сомуа там один. По большому счету можно было бы уже как-то попытаться в прорыв пойти, что ли, я не знаю. Ну давайте, друзья мои. Ладно. Я, наверное, сейчас психанул, поеду вперед, потому что дальше вот это вот стоялого двух союзников, по работе которых, в принципе, должен работать я уже, меня, честно говоря, не сильно устраивает. Скорее всего, сейчас я поднимусь сюда на горку, отхвачу от ПТ-шки в Бортину, отхвачу от Сомуа, ну и скорее заедем в следующий бой. Не будем ни отстаиваться, и пытаться... Пытаться чего-то дождаться от этого боя. Я так понимаю, что особо нам тут ничего не светит. Вот эти две ПТ-хи, которые нас кошмарили. Плюс к этому сгорки нас довольно неплохо выцеливают. Так, поехали, поехали, поехали. Продолжение следует... Так, ну вроде бы немножко продавили Отходим, отходим, отходим Колосс, прими на себя Класс, не здесь так сзади Ладно, досматриваем бой Ничего выбрасывать не собираюсь Сейчас зайдем еще в одну катку Ну просто потому что понимаю и знаю Что Як-Тигр далеко не настолько унылая машина Как показала конкретно данная каточка Итак, друзья, в принципе, как и ожидалось Закончили поражением Я не собираюсь навешивать ни на себя Ни на Як-Тигра груз поражения По одной простой причине Потому что бой просто так сложился И там более годного навряд ли что-то получилось бы сделать Хотя кто его знает В любом случае я хочу лайкануть ребят из противоположной команды Действительно молодцы, очень классно отыграли Ну и соответственно лайкануть Колосса Просто за то, что он занял первое место По урону Но все-таки именно благодаря тому, что они отстаивались Статистически в кустах В принципе поражение мы и получили Там можно было попытаться продавить направление Заехать к ПТшкам Ну и чувствовать себя, в принципе, у них в корме Как у себя дома Что касается того, насколько сложно отыгрывать На Як-Тигре Сложно только в отношении скорости передвижения по карте И да, действительно не хватает скорости полета снаряда Можно это дело исправить Переключить оборудку Но если вы поиграете Пару боев на машине Даже с такой скоростью полета снаряда То вы сможете абсолютно спокойно привыкнуть К тому времени Которое необходимо рассчитывать Как упреждение для выстрела Ну и, соответственно, с учетом упреждения Будете вполне спокойно отбрасывать Ну что, поехали Попытаемся занять какую-нибудь дополнительную ПТ-позицию Хотя почему дополнительную ПТ-ха решила Не остановиться на вторую ПТ-позицию Ну и, соответственно, нам придется сейчас Каким-то образом здесь отыгрывать Так, есть засвет Единственное, что я не совсем понимаю Кто конкретно меня подсветил Вот ты где Как видите, играть даже от вот такой вот горки С вроде бы не сильно большим углом склонения орудия вниз А именно минус 7 вполне комфортно То есть в целом ты нормально, все окей Можешь подъехать Практически весь спрятаться за холм Ну и отрабатывать от холма В принципе По сопернику С довольно-таки неплохой точностью Сейчас попробуем занять похожую позицию Вот здесь Ну, здесь, да Здесь уже немножко не хватает все-таки угла склонения Но на предыдущей горке Было очень даже комфортно Такс Ну а вот теперь вопрос точности нашего орудия Которая, в принципе, не подводит Ждем Сводимся Ну и я уверен, что Забираем нашего соперника в ангар И продолжаем наше Победное шествие Хорошая ПТ-шка И, честно говоря, своих 5000 золота Даже в голом состоянии Она однозначно стоит Особенно она будет стоить этих денег Для тех, кто любит играть на ПТ-шках Кто любит играть Вот где-то от кустов Кто любит поснайперить Эта машина, в принципе, практически создана для вас Да, пускай не самая бодрая подвижность И да, пускай не всегда позволяет занимать Правильные позиции Но в целом, ребят Очень даже комфортненько Такс И скатается Я думаю, что необходимо Отправить его отдыхать Не повезло сейчас Не повезло Чуть-чуть не хватило Нравится мне эта ПТ-шка, ребят Вот Искренне нравится Многие ее не понимают Многие не хотят ее признавать Но мне она заходит Просто таки на ура 4 фрага Грамотная командная игра И в целом, ребят Эта Командная игра Она является всегда залогом успеха На какой бы машине вы не играли Ну а что касается данного аппарата То он будет вас радовать 2125 единиц урона Поверьте, мне далеко не предел Это подтверждает знак классности второй степени С учетом того, ребят Что я сделал 4 фрага Ну и в принципе Как мне кажется Довольно неплохо отыграл Можно на нем делать и больше И 2500 для него тоже будет далеко не предел Главное, как я говорил Чтобы вам повезло С возможностью реализовать Данный великолепный ДПМ Реализовать его можно Только находясь на средних-дальних расстояниях На третьей линии Как я уже говорил С засветами ваших союзников Вот такое вот предложение в магазине Брать или не брать За 7,5 По-моему, даже вопрос не стоит Ну а дальше уже определяться вам А я побежал снимать Честный обзор на АТ-15А Который появится на канале Буквально через пару часиков После выхода данного видео Поэтому, друзья мои Подписываемся на канал Участвуем в розыгрышах Получаем бесплатно Прем-машины И особая пропуска На батл пассы Месяц Приходим на стримы Короче говоря Давайте дружить И проводить вместе Весело время Ну что ж Мира вам И обязательно спокойствия Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok